Так, господа, это Барахолка. Проведем обзор новинок, именно новинок товара и цена на данный товар. Значит, начнем с этой миски. Она очаровательная, она качественная и она в идеальном состоянии с нержавеющей стали советского образца. Цена ее 250 рублей, она неубиваемая, ее размер около 15 сантиметров в диаметре, высота борта около 5,5 сантиметров. Обратите внимание, какая она здесь. Прямо такое ощущение, как натерли ее, ну или не пользовали. Она новая, она классная, она действительно миска, как бы всем мискам миска. Поняли? Погнали дальше. Здесь набор. Сразу могу сказать, каждый из вас, конечно же, может его приобрести. А я не помню, было это в наборе. Был этот набор уже или не был на обзоре? Ну, даже если и был, какая разница? Сегодня одна цена, завтра вторая. Набор сегодня для кого-то, вчера, может быть, кто-то набор не захотел, а сегодня раз и захотел. Видите, наборы здесь, считайте, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Пусть будет 8, 8 на 4, 32, 32 бабушки неполноценные, заметьте. Какие-то есть использованные здесь бабушки, посчитали. Общий набор. Давайте определимся с этими. Видите, они у нас по 5 рублей. Набор всегда, конечно же, дороже. Поэтому мы будем продавать не набором, а разнобой. Вот эти вот по 10 рублей. Вот эти вот по 5 рублей. Ну, образно говоря. Даже иголочки у нас по 5 рублей. Так почему бы не продать их в разнобой? И вот это вот можно взять себе. Потому что к нам приходят дамочки, которые спрашивают. У вас есть гибкая и очень интересная рулетка? Рулетка. Конечно, такая вам подойдет? Подойдет. Вот и все. Кто-то спрашивает купить. Купить можно за 100 рублей отдельно. Ножнички 50 рублей отдельно. Все. Вот видите, маленькие вот эти вот штуки. Наперстки. Они пластиковые. Да более неинтересные. Но они зато будут вам... А по отношению к советским у нас наперстки там в советские по 50 рублей штучка. Они советские и подходят под любой мизинец. Вот эти очень маленькие. Ну и цена у них, естественно, 25 рублей. Половину дешевле. Дальше. Вот это... Значит, это сито. Это алюминиевое сито для, ну скажем, чашки. Вот беру, к примеру, вот этот чайник. Убираю отсюда крышку. И имитирую с чайника настоящую чашку. Видите, вот так вот. Что-то вы просеиваете. Откуда я знаю, для чего она нужна? Ну, ее цена 100 рублей. 50 копеек было раньше. Отдаю за 100 рублей. Дальше. Чайник. Ну, раз уже открыли, уже начали. Давайте будем за чайник говорить. Чайник новый. Абсолютно. Смотрите, здесь клеймо. Обратите внимание. Здесь голова лося. Если вас заинтересует, чайник будет стоить всего лишь 350 рублей. Потому что новый, потому что советский, потому что он интересный и красивый. Чистенький, аккуратненький, без сколов и трещин. Имейте в виду, самый обычный, самый нормальный. И более-менее по качеству интеллигентный. Так что, собирайте. Вот это вот, ну, пусть будет эта вешалка. Для ванной комнаты. Можно для кухни. Использовать для полотенец. Вот вы полотенце сюда наложили, навешали. Здесь хорошие крючки. Они достаточно плотные, не сгибаемые. Так что можно полотенце, полотенце, полотенце навешать. Немного чего навешать. А можно навешать, допустим, набор для столовых каких-нибудь принадлежностей. То есть, у вас, ну, скажем, какая-то ложка, большая вилка, половник, дуршлаг. Так, вы вешаете их, все. Для ванны, для полотенец. Да, куда угодно. 350 рублей. Да, пластиковые крепежи. Но она вся вот тут металлическая. Достаточно хорошая. Я бы не сказал, что это какой-то обычный, дешевый материал. Хорошенькая и длинненькая. Кстати, 50 сантиметров в ширину. Ну, так что вот он, видите, как она выглядит, интересно. Все же для вас. Дальше. Вот эта штука. Сюда вы заливаете что-то горячее, чтобы потом, впоследствии, сюда дышать. Все сделано, видите, грамотно для носа, для подбородка. И отверстие для того, чтобы выдыхать. Не выдыхать, а вдыхать в себя. И может, как ингалятор. Я не знаю. Может быть. Одна у нас уже подписчица одна брала. Кстати, говорит хорошая вещь. Для тех, кто хочет такими вещами пользоваться. Так что, ну, была цена 150 в прошлых роликах. Сейчас мы ее уже отдаем за 250. Ну, все растет, все меняется. Сами знаете, сейчас время такое мы не успеваем, скажем, за всем. Все так быстро, так максимально. Вот как книжка, перелистываешь. И все. И уже конец страницы. Поняли? Так что, вот так. И жизнь так пролетит. Мгновенно. Особенно, когда тебе уже 65. Бывает. Ну, ничего страшного. Такие вещи нужны. Раз, два, три. Любую. Хоть одну, хоть две, хоть три. Хоть все сразу вместе. Хоть одну, а потом подумали еще. Ай, да заберу позже. А их кто-то может забрать. А может и нет. Ну, не важно. Главное, что они вам обойдутся. Каждая по 150 рублей. Для кофе. Для чая. Для кого, чего. Да как хотите. Внутри ручка. Видите? Раз. Чистенькие, чистенькие. Ну, какая разница? Здесь нет ни клемма, ничего. Это современные образцы. Обратите внимание. Есть немножко какие-то... Да это может быть и должно быть. Я не вижу тут каких-то нюансов. Просто пятнышки, пятнышки. Ну, это же сделано. Видите? И тут, и тут. Вот видите? Это же как это? Как это без вот этих пятнышек? Пчелки там будут. Это все молочко пчелиное. Оно ж, видите, намазано там максимально. Это грамотные люди, современные, рисовали такие шедевры. Это ж вам не чаник советского образца. Благодать-то какая. Ах ты, какой он интересный. Какие здесь грани. Какая грация, господа. Интересно. Да, на максимально высоком уровне. А вот это? Обратите внимание, что вот эта вещь, она еще и новая. Вы же видите, экономно, удобно, вкусно. В чем экономия? Экономия в объеме. Вы поставили, ее не видно. Удобно. Раскрыли, раздвинули. Курие насадили. Прямо на пике. И в духовку забросили, жарите. Здесь написано картошка. Но это прям уж совсем. Сейчас вы прям берете и люля кебабы сюда. Хлобысь, хлобысь. Видите, оно раздвигается. И получается у вас полноценная жарка. Бросаете в костер, сжигаете вместе с алюминиевым подставкой. И вот то, что сжигаете, то потом и едите. То есть оно все полноценно, грамотно продумано. Что такое вкусно? Вкусно это все зависит уже от того, какую начинку, из чего вы будете что-то себе насаживать. Поняли? Тут как бы сами знаете. Видите, как написано. И именно что? Какие шрифты? Это все того времени. Я вот переверну и здесь покажу. Такое ощущение, что это раритет. Я подозреваю раритет. Да, цена 500 рублей. А как вы хотели? Алюминий советский. Качество непревзойденное. Пошли дальше. Вот эта вот штука. Это полноценный кувшин. Кувшин бочкообразный. И он со всех сторон. Видите? Здесь красота наведена. Вот тут что-то. Типа, может грязненько. Там какая разница. Сразу покажу внутренность. Видите? Ну, он бэушный. Он бэушный, но зато никаких скол. А гляньте, какой здесь. Вот он. Как он есть. Я сейчас его достану. Вот так вот. Глядите. Красиво. Вот так. Вот так. Он огромный. Вот она полка. Ну, кто знает. Полка книжная. И он заходит практически вот так вот сверху. Вот она книжная полка. Стандартно. И она практически вся входит без каких-то там сантиметров лишних. Вот он внешний вид такой. Клеймо. Покажу. Смотрите клеймо. Записывайте. Это какое-то интересное клеймо. Я таких клейм не раньше не видел. Но эти клейма точно дают возможность вам понять, что это вещь дорогостоящая. Потому что она редкая. И эти редкие вещи достаточно ценны. И ценность ее начинается всего лишь от... Да пусть будет 3,5 тысячи рублей. Чисто вот так вот. Забирайте. Чтобы мы уже знаете там... Потому что ну что мы будем его завышать. Изначально, специально там ставить цену 3,300 допустим. Забирайте дешевле. Да и вообще в принципе... Мы же чисто вот все по-человечески. Все для того, чтобы вы были довольны. Вот эти вот рисунчатые грани. Обратите внимание. Он вот такой. Он никуда не денется. Тут ответ простой. Самое главное, что он есть. Это... Это шедевр. У кого-то может быть сейчас дрожат руки. Не от того, что он классный. От того, что у него после спиртного руки постоянно вот так двигаются. Там уже привычка такая. Понял? Он весь болтается. Это у кого-то может быть сейчас от того, что он нашел то, что искал. Как же ты? Где же ты? А он здесь. Мы находимся линия на 130. Наш режим работы простой. С 10 до 14. Причем не забывайте. Понедельник выходной. Если вдруг что. На всякий случай напомню. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok